Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы поговорим о книгах для детей и их мам. Первая книга для малышей – «Быть тигром». Это очень яркая и веселая книга. Мы проведем день с тигром в джунглях, посмотрим, чем же он там занимается. А правда ли, что тигр – невоспитанный, кровожадный, коварный тип? Ну нет же, это просто слухи. Посмотрите, как он весело помогает порезать фруктовый салат слоненку, или делает прически орангутангом, высиживает яйца попугаев и кружится в веселом танце с топирами. Такая книга будет интересна и маленьким детям, ну и большим тоже. Это была книга для малышей, а теперь книга для детей постарше. Следующая книга, о которой я хочу вам рассказать, от издательства «Робинс» – «Самые важные знания». Книжка со створками. Это настоящая энциклопедия, очень познавательная. Здесь затронуты темы нашего мира, обитателей Земли, есть отдельный разворот, посвященный науке, много информации на спортивную тематику, исторические факты, самые важные даты. Мы узнаем из книги, например, из чего состоит атмосфера, когда была построена Эльфелева башня, какова высота самого высокого здания в мире, чем знаменита Кюри, как хоронили фараонов и многое-многое другое. И все это с замечательными створками, которые так обожают дети. В конце книги у нас есть две игры «Правда-неправда» и «Попробуй найти». Правда-неправда. Например, арахис на самом деле не является орехом. Правда. С точки зрения ботаники, арахис не орех. Арахис является семенем травянистого растения семейства бобовых. Или язык человека способен различать только четыре вкуса. Нет, язык человека может различать минимум пять вкусов. Игра «Попробуй найти» будем сопоставлять флаги стран, спутники, планеты, резиденции, правители и так далее. В серии очень много энциклопедий. Если мы посмотрим здесь на форзацию, увидим, что их около 30 на разную тематику, разного объема. И все они со створками. Есть из чего выбрать. Это был мой книжный обзор на сегодня. Помните, что бесполезных книг не бывает. Поэтому давайте учить наших детей любить книги. И до встречи на следующей неделе! Субтитры подогнал «Симон»!